Сегодня он. Я поздравляю тебя, дорогой Алтарь, украинского искусства, с этой выставкой. Она маленькая, камерная. Я думаю, что тут не хватает рояля, это есть о чем подумать. Я думаю, что она должна быть сборищем культуры, а не что-то таким вкраплением. Знаете, жизнь дала трещину, мы оказались на троечке. И чтобы не было этих слов, то тут должен быть рояль, тут должно быть, кроме рояля, кто написал песни, то есть можно их исполнить. Украинский народ очень богатый с певучестью, и не просто он может конкурировать с итальянцами. И поэтому есть, что ему тут испеть и сказать. И вы знаете, проблема вся состоит в том, что я Валерия знаю как бы близко, и все его проблемы очень близки мне. И хотелось бы, конечно, очень сильно порадоваться. А знаете, слово победа переводится после беды. Ну как, по-русски она звучит победа, после беды. Мы все любим победу, но не забываем, что перед этим была большая беда. Беда такая, что его выперли с мастерской. Он таскал на своем горбу эти картины. И не понимает эта бедная Украина, а Украину представляете вы, что каждая картина, которую он сделал, и я сделал, и еще кто-то, она представляет национальную ценность. Я всегда пытаюсь рассказать, вы люди, которые понимают больше деньги, чем искусство. И чтоб вы поняли это, вам не надо завоевывать что-то, вам не надо новые фабрики покупать, вам не надо собирать деньги, чтоб что-то там сделать, перекупить, откупить. Но вам достаточно ухаживать за такими людьми, как он, я, и еще кем-то. Но у меня две мастерские, в хорошем месте. Ну ухаживайте, ухаживайте. И вы понимаете, в чем заключается фокус лестницы? Тихонечко гладите его по головке и вымаливайте картины. Это ваш пенсионный фонд. Никто не знает, что вы имеете дома. Но он не вечный, он режет дуба, и у вас миллион в карбане. А вы его гоняете, вы все должны сделать, чтобы он дольше жил. Дайте ему, дайте ему пожить. Сделайте так, чтобы он давал вам отдачу. Дорожите с ним. Забрали мастерский? Забрали. Вот это серьезная вещь. Он переживал, он не знал, что делать, он не знал, в какие ворота стучаться. Вот это проблема, понимаете, это все после беды. Поэтому мы не будем обвинять Януков. Януков один. А руки Янукова, это вот здесь они. Вот это администрация, вот это вся. Вся Шарашкина контора. И поэтому, дорогие друзья... Нет, я не боюсь, потому что... Нет. Нет, 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 нет. Дайте я договорю, это мое мнение. Я очень пережил за него. И ни один не вступился. Я уже думаю, мы... А вы за него вступали? Да. Украинский это первый, не украинские записные патриоты, которые рассчитывают, как они любят Украину, а русский язык с русским прозвищем украинских художников. И первый, который присутствует на закис Валерия Франчука, безъектующий своим самым. Я могу сказать, как я, украинско-русский, да? Ну, приветствую. Когда была у меня в Париже выставка, меня пять раз заставляли написать Москва-Париж. Это тогда Украина только поднималась, ее никто не сдал. Я сказал Киев-Париж, Москва-Париж, Киев-Париж. И в конце концов я им сказал, ну я пять раз по пять дней жил в Москве. Я вот здесь. И все же я добился, стал Киев-Париж. Бог дал там продать хорошие деньги, взять, но это все за отдельно. Я просто призываю вас опекать такие таланты. Опекать, потому что это не просто национальная гордость, это национальное состояние финансовое. Умейте считать. Пане коллеги, но слово победа перекладается на украинскую, как перемога. То, что мы сможем и переможем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Воно може потенціонувати націю, мистецтво може потенціонувати наше знання, взагалі нас, як громадян нашої держави, це велика зброя на світовій арені, це наше високе мистецтво, і все це ми знаємо, але дійсно, ніж такі. І знаєте, Діана Оленівна, я хотіла вам розказати от такий невеличкий епізод нашого жінця, значить, взагалі ця галерея, це мрія була Валерія.